ПРОТЕСТУЮ! ПРОТЕСТУЮ! Кхм-кхм-кхм. Эм, я тут подумала. А? Если Мистик Майя не убивал этого приятного человека? Она точно его не убивала? Да, конечно! Но если это была не она, значит его убил кто-то другой, да? Этот убийца? Эээ, да, Пёрлз. О, понятно. Интересно, что случилось? Оно вдруг опечалилось? Хм. А честно, а что будет я себе показать значок адвоката? Значит это священная реликвия адвокатов? Что? Я чувствую мистическую силу, прям как у моей Магатамы. Кхм-кхм. Что ж, думаю не стоит её переубеждать. Ну да, мало ли. Кстати, интересно, мы же у неё ключ получили. Может он что-нибудь скажет? Пёрлз, скажи, пожалуйста. Ты же нашла этот ключ в день убийства, я прав? Да. Понимаешь, мне очень нужно знать где именно. Прошу, Пёрлз, скажи. Расскажи, где ты его нашла? Я нашла его в мусоросжигателе. Хм, лучшее место не придумали. В мусоросжигателе? Хм, она имеет в виду то, что стоит в саду? Дверца была приоткрыта, вот и я заглянула. А когда именно ты в него заглянула? После ритуала, когда все начали бегать. Хм. Эм, мистер Ник? Что? Вы не расскажете моей матушке? Что? А, ты не хочешь, чтобы Морган узнала об этом? Да, если он узнает, что я играла с мусором, то выпарит меня. Играть с мусором. Разбрасывать мусор. Вот за это можно выпарать. А, то что играла с мусором, ну... Ну, не знаю. А, понял. Хорошо. Пусть это будет нашим секретиком. Договорились? Хм, мусоросжигатель, значит. Теперь я знаю, откуда стоит начать поиски. Хм. Давайте поговорим с ним. Ну что, как тебе первое заседание? Это было так поразительно. Я раньше никогда не видела столько людей. Вот как. Мистик Майя оказалась такой маленькой и беспомощной. Вообще-то, Майя правда не очень высокая, так что... Ну, для нее же она высокая, Феникс. Ты думай головой. Потом вошла эта надменная женщина в напыщенной одежде. Напыщенной? А, она про Франциску. Напыщенной. Надо было сказать, что женщина с хлыстом, а не напыщенной одеждой. Сама невоспитанность. Велась я так, будто уже решила, что Мистик Майя виноват. Завтра обязательно выскажу и все, что о ней думаю. Ну, я думаю, не стоит. Вот она тебя точно выпарит. Хлыстом причем. По всему телу. Ни за что не пропущу завтрашний суд. Феникс должен уговорить ее... Должен не отговаривать от этого. Почему эта тетя издевалась над Мистик Майя? О, кстати... А, да, мы же видели, кстати. Мы же ее видели. Да, в 13 лет стала прокурором. А Перл Фей восемь лет всего. А, кстати, Майт восемнадцать исполнилось. В прошлом году... В прошлой игре у нее было 17 лет. Совершеннолетие, можно сказать. Попробуем. Полагаю, в третьей части уже 19 будет. Понимаешь, она прокурора, а они отличаются от адвокатов. Их работа доказать чью-то вину. Прокуроров не заботят, если кто-то не виновен. Им важна только победа. Это же ужасно. Но ведь даже у прокуроров должно быть сердце. Ничего подобного. Все они на одно лицо. Впрочем... Вот он... Вот он мог бы стать хорошим. Со временем. Он? Мистер Ник, о ком вы говорите? Это не про него рассказывала Мистик Майя? Про мистера Эжвар... Эжварта... Эджварта? Это было давно. Его больше нет с нами. Что? Он был до глупости гордели... Гордили... Гордили вы гордели... Если что, я не помню ударение, так что не ругайте. И это его сгубило. Ой, какой ужас. Ну смотри, почему Эджварта говорит, что его с нами нет? Как это понять, что его нету? Ну это уже не понятно... Непонятно его... Реально Эджварта нету? Но это не может быть. Все-таки же... Есть же Ace Saturn Investigations. Игра первоклассный прокурор Майлз Эджвард. Расследование. Мы обязательно, кстати, пройдем. Так что Эджвард жив. Так что я... Не знаю, чему тут удивляться, но... По факту Эджвард еще жив. Да и к тому же он даже на постере... Даже на обложке игры от Nintendo DS есть. Кстати... Да? Что такое? Эээ... Ты наверное не знаешь, кто может быть настоящим убийцей, да? Почему вы меня спрашиваете? Не, я просто подумал... Я ничего не видела. Хм... Она ничего не видела? Кстати, а где вчера... Была Пёрлс? И чем она занималась во время убийства? Самое главное, этот ключ. Когда же она его нашла? Ну-ка... Я ж так и не спросил тебя, что ты вчера делала. Мм? Пёрлс, где ты была и чем занималась во время убийства? Эээ... Что я... Я... Делала? Я... Я ничего не делала. Да... Она совсем не умеет врать. Можешь сказать на ушко? Я никому не скажу. Честно-честно. Эээ... А! Психозамки! И... Ээ... И она врет еще нам. Психозамки. А? Эээ... Эээ... Кажется, вы видите меня насквозь, да? Ага, прекрасно вижу. Я не могу вам врать, да? Мне строник. Ну, у нас доказательств, полагаю, нет, так что пойдемте. Так, самое главное, куда нам надо идти, это... Нам надо идти в террасу. Так, особняк фейс, зал для медитации. Ни души. Сегодня должны были быть занятия. Но, похоже, они уже закончились. Ну и хорошо, что закончились. Нам от этого и лучше. Так, опа, кстати, там... Это от одежды или это лепестки там на мусорожигателе? Так, рядом с мусорожигателем кто-то стоит. Ой, кажется, она меня заметила. И теперь несётся ко мне вовсю предведь. Ой, приветики. И не майни. Вы же, типа, этот... Вы что, дантист? Конечно, дантист. Зубы все влечу в суде. Вообще-то я Феникс Райт, юрист. Град снова вас видеть. Ого, типа, как вы учтивы. Значит, теперь, типа, мой черёд. Я тоже рада вас видеть. Как ваши дела? Вы еле дышите. Типа, чего? А, вы, типа, хотели сказать... Я, типа, очень счастлива, что нахожусь здесь. Счастлива? То есть, типа, здесь столько всего можно увидеть. Здесь, типа, всё настоящее. Что, правда? Например? Например, типа, та урна. Вы, типа, знаете её историю? По мне, так это самый обычный потрескавшийся горшок. Ну-ка, про урну. Ээээ... Там написано Яне. Что это за Яне? С этой урной связана какая-то легенда? Так, эээ... Типа, да. Это же, типа, реликвия деревни. Да. А я и не знал. И он, типа, заточён внутри этой урны. Эээ... Он? О чём вы говорите? Ну, типа, вы же понимаете о чём? О духе Нейфэ... Нейфэй? Есть до сё уже? На. Нейфэй? Кто это? Нейфэй? Я чё-то не верю, что... Ну-ка, погодите. Так. Я посмотрел... Как... Я понял. Я выяснил оригинальный перевод... Оригинальный перевод названия. Ну, точнее, как-то по-оригиналу я зовут. Потому что Нейфэй? Это что за имя такое? Я не понимаю фейлинг форварды. Не знаю. Можете хоть мне в комментариях написать. Зачем вы поменяли... Меняя... Поменяли название? Если вы делаете русификатор, то делаете нормальный перевод. То есть с нормальными именами. Не надо ничего коверкать. Полноценного русского перевода нет. Нет, я, конечно, знаю, что, возможно, есть... Вроде бы Данте... У Данте сделал два перевода. Один с... Один странный свой, типа. А другой с японского языка. Вроде бы японский язык, вот там он полный. Но... Все знают сейчас... Американский его это дубль... Так, скажем... Локализацию. Поэтому я играю в американскую версию. Не в Геоктон Сайбан. Я могу, на самом деле, настроить Геоктон Сайбан. Но предпочитаю, чтобы героя вызывали Феникс Райт. А не... Наруходори Уичи. Так. Я вот видел, кстати... Я отвлекся. Это не Ней Фей, а... Ами Фей. Ами Фей. Мистик Ами. Так, давайте... Патринка. Ами Фей... А кто это? Типа, божечки, мистер Донтист. Идите в ногу со временем. Как... Я не Донтист. Я... Я юрист. Я адвокат. Все ж, типа, знают, что... Мистик Ами основоположница курейнской техники призыва. А, то есть основатель. Успокойтесь, пожалуйста. Я не хотел вас расстраивать. И пока ее дух, типа, живет в этой урне, сила семьи Фей не сякнет. Разве это, типа, не романтично? Ээээ... Романтично? Если это, возможно, правда, такая важная. Она может быть сануликой. Ага. Нет, тесно. А... Ой. Страшное фото Ами Фей. Страшное фото. Имя, я хотел бы поговорить с вами об убийстве. Убийстве? Убийстве доктора Скельпа. Помните? Как будто было еще одно. А, вы об этом. Могли бы так, типа, сразу и сказать. Но я, типа, ничего о нем не знаю. Поэтому, что я, типа... Ну, типа... Ни о чем о нем не знаю. Потому что я, типа, спала в боковой комнате. Но это мало чем не поможет. Вы совсем ничего не заметили? Типа... Типа, будет вам скука смертная. Я, типа, не имею никакого отношения к этому убийству. Ну да, конечно. Все это рассказали доктору Скельпа о деревне. Никакого отношения. Она слишком подозрительная. На нее... Я на нее, естественно, ставлю ставку. Но я думаю, что... Морган Фей это сообщница. Потому что... Ну, она была единственная, там... Кто осталась с Майей... Во время убийства. Даже если бы вы были... Просто знакомыми. Это все равно значит, что вы его знали. К тому же, ваша сестра, которая погибла в аварии, работала в его клинике. Ну-ка. Ладно, и не расскажи мне о том, как погибла ваша сестра. Типа, зачем? Думаете, ее смерть... Ее смерть, типа, имеет отношение к убийству? В этом я не уверен. Поэтому стараюсь отработать каждую версию. Блин. Я с одним психозамком и разобрался. А мне еще второй предлагают. Психологические замки. Типа, что с вами? Похоже, мне придется разговаривать ее с помощью улик. Ладно. Ну-ка. Значит, в нем живет дух, да? Ничего, кроме кучи трещин, не вижу. Впрочем, дух может жить в них. На уровне что-то написано. Вот я выделяю, что... Вот знаете, я не уверен. И синее феи у них пишется как. То, знаете, я полагаю, что в американской... Что в оригинальной версии так называли, типа... Имма. Имма? Что? Как странно. Ага. Покрыто глубокими трещинами. Ладно. Слушайте, они дети... Мне кажется, это урно, кстати, поможет нам разговорить, Перлз. Кстати. Перлз сказала, что нашла ключ в мусорожигатель. Думаю, что я загляну внутрь. Это же... Это же клочок от костюма Майи. На нем кровь. Все, пара капель. Но все же. Клочок ткани. Это... Это поможет. Ну-ка, о своем мусорожигателе. Итак, кто-то хотел сжечь этот клочок мусорожигателя. И в нем же Перлз нашла ключ. Чувствую, этот мусорожигатель сыграл решающую роль в деле. Ладно. Мы тебя разговорим попозже. А сейчас я хочу попробовать разговорить... Разговорить Перлфей. Перлз. Извините, вращайте внимание, что ее так странно зовут. Потому что в оригинале так ее и зовут. Так. Давай, сознавайся. Вот! Макатама, вперед! Пора разговорить ее. Даже двойные замки мне не помогут. Алиби Перлз. Перлз. Расскажешь мне, что ты делал во время убийства? Эм, а если я не могу об этом рассказать? Тогда я попробую угадать сам. Как тебе такое? Что? Вы правда можете? Ты ведь можешь сказать, прав я или нет. Да-да. Итак, когда произошло убийство, ты была здесь. Верно? На террасе. Вот! Перлз, ты была здесь, я прав? На террасе. Ух ты! Вы угадали! Ну, теперь ты мне все расскажешь? Простите, еще не могу. Блин. Ну ладно, что дальше? Хорошо, думаю, я знаю, что ты там делала. Вы правда так много знаете? А как же? Я ведь все-таки адвокат. Итак, чем Перлз занималась на террасе? Я уверен, что... Ну... Яне... Странно звучит. Мне кажется, она разбила эту урну и как-то склеила. Странно. И получилось вместо... Ну, вместо... Не я, я не. Но мы знаем. Ну, или по оригиналу, из им... Из ами в има превратилась. Ну, или как там, я уже не помню. Вот! А, кстати, а почему у меня жизнь... А, кстати, у меня полоска эта, короче... Еще во... Я же ее во время суда, я же ее случайно потратил. Одну, две полосочки. Из полоски там... Я там кое-что... Жизнь одну потерял. А сейчас она мне не восстановлена. Странно. А? Ну, что? Мне стало легче. Что? Может, я адвокат, но при этом все еще человек. Чего? Чего? Так, эээээ... Чего? Не понял. А что не то? Наверное, мне нужно больше улик. Проследую потом. Нет, что-то я не понял. Я думал, я ее нашел так. Ладно, пойду... Ладно, пойду в зал для метации. Ну, хотя странно, я так скажу. Я думал, реально... Я думал, я ее разговаривал. Ладно, пойдемте. Здорово. Так. Это очень интересно узнать. Паковая комната. И сегодня матрасы не убраны. Думаю, лучше оставить все как есть. Ну-ка, может, в ящике что-то? Хм, и все же интересный ящик. До убийства он здесь точно не стоял. Похоже, у него хранят одежду, но он какой-то слишком большой. И почти пустой, если не считать несколько сложных ритуальных одежд на дне. Ясно. Мы здесь ничего не найдем. Идем дальше. Здорово. Ладно, давайте пойдем в зал для призыва духов. Они, так как кровь, полагаю, не будут очищать. Зал для призыва духов. Хм. Я вижу Морган, но она меня не заметила. Что это она делает? Кажется, разговаривает с фотографией. О, как зловеще выглядит. Очевидно, она тоже соучастник. Разве ты не видишь? Оглянись. Мой час на кэста пробил. Я так долго ждала этого дня. Все верно. Приготовься, дорогая Мисти. Мисти Фея, полагаю. Это же... Это же мать... Май и Мии. Что за... Кто здесь? Здорово, Морган. О, это же мистер Райт. Прошу прощения. А че это фотография? Ой, сегодня же состоялся суд, верно, молодой человек? Слышала, вы славно держались. А, ну да, спасибо. Мне ужасно жаль, что я не вез на процесс. Примите мои извинения. Я была занята, нужно было присмотреть за ученицами. Похоже, ей сильно хочется сменить тему разговора. И все из-за того, что с нами нет нашего мастера. Только из-за этого я, ничтожный отросток побочной ветви, не смогла явиться. Ммм, побочная ветви. Странно, конечно, звучит это, но ладно. Вы ничего не вспомнили насчет убийства? Нет, я уже все рассказала все, что знала. Вы все время были здесь, пока мы с лотой вызывали полицию. Разумеется, я приглядывал за мистик Майей. Мне пришлось привинить технику отделения духа, а потом я успокоил ее. Слушайте, ну она явно в ряду не краснеет. Мы уже, нам Мия объяснила, что во время вызова духов у медиумов не бывает снов. А Майе в тот момент что-то приснилось, так что очевидно, что-то она несет не то. Хм, вчера вы сказали то же самое, больше ничего не случилось? Я бы хотел рассказать что-то еще, но больше ничего не произошло. Эх, а я так надеялся на что-то новое. Прошу прощения, что не было вам полезным, молодой человек. Я не хотел рушить ваши надежды, но улыбаешься, значит очевидно хотела. Может, хватит уже говорить со мной снисходительно? Скажите, ученицы тренируются каждый день? Совершенно верно. Впрочем, как вы сами понимаете, вчера у них был отдых. Я правильно понимаю, что Майя и Перлз тоже прошу через эти тренировки? Мистер Райт! Черт, да-да. Ох, как же легко ее разобрать. Молодой человек, сколько раз я должна повторить? Чтобы вы уяснили. Называйте их не иначе, как Мистик Майя и Мистик Перлз. Простите, Мистик Майя и Мистик Перл... Погодите, прошу прощения, но... Мистик Перл? Разве это не чересчур? Следующий вопрос, пожалуйста. Мда, эта тема, я придерну не по душе. Прошу вас, а идите не только за тем, что вы говорите, но и как говорите, молодой человек. Вот она реально все доказывает, что она злодейка. То есть, я так полагаю, связана будет с побочной ветвью. Я так полагаю, что она как с побочной ветви, а Мистик Фэй, она из основной такой ветви. И поэтому, и она как говорила, она вроде как не медиум. То есть, у нее слишком уж слабые спиритические силы, в отличие от Мистик Перлз. Это может послужиться темотивом. Да еще, полагаю, ну, у Перл Фэй есть силы, кстати. У нее есть силы, причем очень, кстати, сильные. Как у Майи и Мии. То есть, и причем Морган называет ее уже Мистик Перлз. Наверняка у нее мотивы что-то вроде убрать... Если мы рассматриваем ее как убийцу, то у нее, в принципе, неплохие мотивы. Это убрать эту основную ветвь в виде, то есть там... Ну, Мисти уже нету, и это мы знаем. В виде Майи, чтобы, полагаю, все звали Перл, Мистик. То есть, она была бы главным мастером у них, я так полагаю. Думаю, сейчас нам об этом расскажут. Ну-ка. Значит, мастер это мама Мистик Майи, да? Мистик 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 потерпел неудачу во время призыва одного духа. ну да полагает тело дело дел 6 до и после этого она просто исчезла впрочем не уверена что мистик мистик когда-нибудь вернется через четыре года и не будет навечно стерты из памяти деревни стерта человек пропавший на 20 лет здесь считается мертвым а вот как у нее есть четыре еще есть четыре года после этого в деревне будет назначен новый мастер и следующий мастером должна должна была стать мистик майя однако боюсь связи с этим убийством или мне показалось или она на секунду смехнулась да господи я даже уже не буду удивляться этому она уже реально раскрыла себя что она 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 с этого даже не скрывает что хочет чтобы мистик майя не было и чтобы вид ее место полагают взяла ее дочь дочь морган фей перл я предлагаю уже с ним и вряд ли сговоримся я так скажу ухо жестко так дача пройдемся еще где-нибудь так полагаю здесь уже везде нагуляли так естественно изолятор неинтересно узнать может быть что-то мы не так вас пьюнице с изолятор комната для посетителей ник я так соскучилась да и мы соскучились такая беспомощная ну как как протекает расследование нашел что-нибудь ну да нашел все настолько плохо что не можешь смотреть в глаза мне мне нужно больше времени завтра все закончится обещаю прости меня нет нет не каждый раз доставляете неприятности ну-ка и как тебе ну сегодня же заседание ты был великолепен всякий раз когда делать по охлажайному тебя получалось перевернуть все вверх днем из этого могу выйти шикарный голливудский фильм ну вроде бы фильмы по первого по по фениксу райт у первым классом адвокату или геркан сэбану а нет кстати по геркан по фильму феникс вроде есть фильм про феникса я насколько помню вроде бы есть я знаю что аниме есть кстати и одну серию первую посмотрел чисто потом после после дела самураи будет крутая серия наверно потом как не досмотрим первого по крайней мере из первой игры все чем не спойлеров уже боятся не говори глупости нам надо сосредоточиться на затошнем суде мы его 5 мы его обязательно выиграем спасибо за все правда не хочу еще раз уточнить я правда не убивал доктора скельпа конечно правда ты в чем не виновата если бы это была правда я бы точно успокоилась но ведь в зале бы только мы с доктором да а досмотрел за ширмой один раз глянула там никого не было лото сказал то же самое так слушай ник да почему ты веришь меня почему считаешь что я не убивал доктора скельпа невозможно это это невозможно потому что ми мне кое-что рассказал мне кое-что сказала сестренка что она сказала она сказала что медиумом не снятся сны ты не могла спать потому что в армии ритуала твоя душа покидает тело слушай раз ты напомнил стоит вот получается я правда никого ты никого не убивала я считаю что перейдя он как ты призвала дух тебя усыпили усыпили скорее всего это было задумано с самого начала чтобы потом выставить тебя виновной в убийстве доктора скельпа вот как блин обидели аж я бы хотела спросить тебя о пёрлз а что ты хочешь знать что бы я не делал она не хочет мне отвечать мне нужно знать чем пёрлз занималась во время убийства стой погоди-ка ник ты же не думаешь что это она так нет нет что ты никого бы так не просто нам никогда так не ступила ты меня понял никогда пёрлз чудесный ребенок она очень милая чудесная и милая я не думал что пёрлз убийца но она точно что-то скрывает вы были вместе в тот день да ну да только я и она мы просто играли с ее мечом играли с мечом похоже я зашел в тупик ну-ка кстати мяч то а чем занималась пёрлз вот на что я думал что она склеивала урну но а то есть просто у нас не было оснований почему трещины были на урне то есть полагая мечом она сбила и потом уже все я понял можешь сказать мне про мяч ну мяч как мяч ничего особенного наверно перн все еще играла с ним когда я призывала дух она очень любит его значит она любит играть с мечом ну да она даже сама лезет за ним в ящик для одежды а вот и локация на 1 погодить в ящик для одежды я же вроде обыскал его хотя видать и это что мы или я же мяч и упоминал ящик одежды ага перл всегда в нем прячется знаешь где боковая комната этот ящик там стоит очень большой не помогаешь ящики одежды боковой комнате значит так ладно давайте давайте-ка в этой серии расколем пиролз и на этом думаю все и закончим о здорово лота эй постой постой же лота и она убежала в усовняк ладно еще одна дайте мне ее допросить о лота стой я же сказал от меня слыхал и ничтожный мусор не стыдно меня а ты пулю как глаза залетит а то пулю как глаза залетит да стой ты блин ладно не буду заменить в террасу так здорово и не знать там стоишь все это время ждешь когда я с тобой буду разговаривать о а ну мяч появится что остальное самурайна не написано лота точно заберу сюда но нигде не видно я уверен что она в коробке прячется это мячик перлс мая сказала что он всегда лежит в ящике для одежды тогда почему сейчас не в нем все может перейдет опрашивать так как я сюда держит где обычно лежит мяч пролз интересно что внутри на что да здорово что ты делала внутри а что только думала я не нужен человек восходящий музык пойду забить какую дыру и поэтому ты решил забиться в ящик для одежды в котором нет никакой дыры ну хотя стоп я вижу какую-то дырку дырку я не вижу я расположен на высоте 20 сантиметров от уровня земли на тоже затяжку и отверстие шире неужели опа а вот это интересно и ящик этот этот ящик был за ширмой а вдруг настоящий убийца настоящий убийца прятался в ящике мою усыпили наверняка ее усыпили положили в ящик и кстати могли подменить эти одежду пока она была в отключки потом когда феникс и лота вызывали полицию планы потом ящик для одежды добавлен ну как с этим материалом дело давайте выстоять зал для медитации ой мистер ник она только что убежала она вы знаете женщина у которой волосы похожи на сахарную вату это лота она про лоту она сказала не бурай меня своими глазищами но мои глаза же не страшные да конечно она явно имела ввиду что другое о кстати она сказала вам кое-что передать надумала найти себя так что не ищи меня о спасибо ну спасибо пожалуйста так теперь пора тебя все-таки расколоть погнали магатама вперед вот давай колись pearls я тебя должен рассказать я тебя должен расколоть алиби пирос я думаю это не самое интересное давайте-ка на самом этом месте где мы закончили на том месте где я закончу я там продолжу озвучку так она была натирая она была в террасе вот и так чем пирос занималась на террасе вот ты играла с этим мечом верно да ну как вы узнали один на замок сломан майя об этом рассказала ну да я правда играла с мячиком а потом что-то случилось да нечто ужасное что еще за ужасный ничего не случилось вот он вот она вот случилось когда ты играла с мечом да это урна ами фэй вот священная урна это же ваша реликвия верно и в этой урне заключен дух освооположность украинской техники призыва я прав да ой а что это она же вся в трещинах а где-то виднеется еще и дырки прошу не мучайте меня пирос признайся ты разбил священную урну мячка скачал от пола и сбил ее и если морган узнает об этом она сильно разозлится да она даже не отрицает это значит я попал в яблочко последний замок все еще висит это это он очень старый да наверное она такая старая неудивительно что на ней есть пара трещин у нее голос дрожит почему считаете что урну кто-то разбил смысле почему я считаю что урну но знаете я конечно но нет полагая надо показать профиль профиле ами фэй вот кто положил основу украинской техники призыва а мистиками верно а ты знаешь как пишется имя пишется нет не знаю оно пишется так а м и довольно странно что при этом на урне написано имя так я и понял что кто-то разбил тур ну и ошибся в имени когда заново собирал ее вак все рассекретили взлом успешен и остановился своей жизни давай в тот день когда мистик майя проводила ритуал и играл на террасе с моим мячиком и именно тогда ты разбила урну да да я разбила ее я случайно выпустила дух мистиками не переживай морган не узнает обещаю я плохой ребенок мне не просят разбитую реликвию я подумала что меня могут выгнать с деревни но осколки урны были такими большими и я и ты подумал что если склеить урну обратно никто не заметил да я нашла немного клея вернулась проход и там склеил урну обратно проход ты хотел сказать на террасу да печально конечно к этому времени ритуал уже начался поэтому я решила что мне никто не помешает ясно а как долго ты склеила урну держу паре ремонт выдался не из простых да может я и сильна в духовных делах но мне не так часто удавалось рисовать и мастерить починив урну я подняла глаза и увидела как вы заходите в особняк значит она закончила после того как мы с лотой сообщили об убийстве после этого я сразу же поставил урну на место мистер ник что такое перлс меня теперь выгонят да знаешь я в этом сомневаюсь уверен дух мистиками был рад покинуть эту урну да надеюсь все хорошо что хорошо кончается фух ух так так я думаю на этом можно серию заканчивать потому что я думаю у нас еще много постоит нам еще надо будет как-то расколоть и не майни но об этом уже знаете в следующей серии поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был булл и ждать следующей серии прохождений феникс райта и сатурни и justice for all всем удачи до новых встреч друзья пока пока а у все все а это феникс райта совет